Когда я родился, я сразу же был наделен творческим ударом. Мне всегда нужно было что-то лепить, рисовать или срисовывать. Но мои родители не особо были от этого в восторге. В основном, потому что это были голодные девяностые. И я изрисовывал абсолютно всю бумагу, которая была. Эм, я чё-то не понял. Лёша! Но, а также, моя мама была крайне скептично настроена к моему увлечению. Так как не была уверена, что этим занятием вообще возможно заработать на жизнь в дальнейшем. Фразу «художник» от слова «худо» я запомнил на всю жизнь. Но меня было не остановить. Я рисовал дома, на уроках, на улице, везде, где только можно. В основном, конечно, я рисовал всяких бэтменов. Этот город боится меня. Драконов и черепашек-ниндзя. У которых вместо кулаков почему-то были просто шарики. Хотя, я недалеко от этого ушёл. Уроки ИЗО были, наверное, единственными из тех, на которые я ходил с удовольствием. В отличии от моих сверстников. Потому что добрая половина класса постоянно просила нарисовать задания за них. Конечно, я был не один такой. У меня появился друг-одноклассник, с которым мы сразу же нашли общий язык на этой почве. И постоянно рисовали в тетрадях какой-нибудь челлендж. Например, рисуем за один урок космодесантника из Вархаммера. А в конце урока независимая экспертная комиссия из остальных учеников выбирала из нас победителя. Знаете, я считаю, что эта работа намного лучше отображает милитаристскую натуру космодесантника. С одной стороны тестостероновая мускулинность, но с другой стороны проглядывается скрытая эмоциональная боль. И после всего этого, мама наконец решила отправить меня в художественную школу. Хоть я и обожал рисовать, но мысль, что мне теперь придется ходить дополнительно в еще одну школу, не сильно-то радовала. Тем более, бэтменов и космодесантников там никто рисовать не давал. А почему? В основном там рисовали только кувшины да листочки всякие. Поэтому я все больше и больше стал прогуливать. А потом вообще к концу года благополучно художку забросил в пользу занятий Тейквондо. Сейчас я, конечно, немного жалею, потому что листочки и кувшины у меня остались до сих пор примерно на том же уровне. Не знаю, как у вас, а я почти каждое лето проводил в деревне, где у меня был тоже друг по рисованию. Кстати, Саня, я тебе не случайно тут петухом нарисовал? Деньги верни. И львиную долю времени мы с ним рисовали комиксы. Причем мы постоянно воровали друг у друга идеи. О, а мой герой будет шпион! Блин, а мой тогда тоже будет шпион? С автоматом, а мой с пулеметом. В итоге мы решили, что каждый рисует отдельно дома. А вечером мы показывали друг другу, что у нас получилось. Но это тоже не спасало, потому что на второй день кто-то обязательно менял все. И сюжет, герои становились практически идентичными. Рисовать я продолжил даже уже будучи студентом в техникуме. Моим любимым предметом для этого был английский язык. А можно вы... Преподавателю было абсолютно все равно, что я не делаю задание, а рисую на паре. И все, что она мне говорила, заметив, что я рисую. Хм, неплохо. Но вчера было лучше. Иногда было такое, что свой рисунок я давал посмотреть одному студенту. Он передавал другому, тот третьему. И когда он снова до меня доходил, к нему уже обязательно кто-то что-то пририсовывал. Кто это пи***ал? Кто этот маленький, вонючий, коммунистический пи***ец-корисос, который только что подписал все смертный приговор? Заебитесь! Да я вас всех до смерти задрочу ки***ем! Ну, а что было дальше, я расскажу в следующем ролике. Там будет еще куча всего интересного. Ну, а с вас, как обычно, не забыть поставить лайк, подписаться на канал, не болеть и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok